Вопрос в том, что современная система и образование, и воспитание, и вообще социума задействует в человеке всего лишь два канала восприятия. Вы, наверное, их знаете. Это зрение и звуковой канал, то есть это звуковое сознание. Сразу вам скажу, что звуковое сознание воспринимает информацию только лишь на 3%. Например, когда я говорю слово какое-то, вы его понимаете только в той мере, в какой мере у вас в левом полушарии записан интерпретатор этого слова. Например, я говорю слово «дивергенция». Вы понимаете, да? То есть вы совершенно не можете интерпретировать. Ну, в силу образования, опять же, в силу образования. То есть у вас нет образа, а когда есть образ, это образование какое-то. Поэтому, когда вы слушаете новости, вам говорят, что Владимир Владимирович Путин озвучил статистику динамики волового внутреннего продукта на душу населения, вы не понимаете вообще на самом деле, что это означает. Потому что у вас нет интерпретатора, что такое воловой внутренний продукт, что такое на душу населения. и что такое дивергенции? к примеру 64. когда вы возьмете фондовый канал кто же там зарабатывал миллионы они там тоже скажут индекс TechDow Jones а как красиво звучит они еще красиво выглядят потому что они воздействуют на другой канал ваше восприятие зрение а зрение это такая уникальная вещь которая если человек видит правильно он видит гораздо больше нежели даже мы мы считающие, что мы видим всю эту картину мира. Которую правильно воспринимать, нет? Ну, вы пока сейчас, я тоже покажу вам. Что такое правильно, можно сказать? Я сейчас объясню, что такое правильно, вы поймете. Я напишу вам опять же ряд, кто был на тренинге, не говорите, потому что я могу более сложные писать вещи, но вам это, как сказать, долго писать просто. Вот я напишу, допустим. И возьму числовой ряд, допустим, 13, допустим, 14, 28, вот. Читайте. Верхний ряд. А, С, Б, Д, Е. А, С, Б, Д, Е. Нижний. 13, 14, 28, 28. 1, 3, 1, 4, 2, 8. Вы понимаете? Вы видите контекст. Вы видите, внимание, контекст. Вы не видите, что на самом деле. В контексте это ситуация, это Б, в контексте это ситуация, это Б. Откуда вы знаете, что я какой смысл заложил? Так вот, глаза ваши. Я могу много этих чертить, просто, ну, время, чтобы не отнимать. Там много вот таких вещей. Например, если посмотрите на куст какой-нибудь, вы видите форму. А если подойдете к кусту, вы уже видите пустоты. Да, то есть куст, он не картинка, не плотность. Он пустой. Так вот, и, как говорится, зрительная информация, я вам даже больше скажу, так как нам говорят, что не верю глазам своим, да? А глазам-то верить нельзя, на самом деле. Она тоже не объективно передает окружающую вероятность. И множество есть способов. Я вам даже сейчас объясню. Если вы психолог, то, может быть, мне даже подтвердить, что у нас есть центральная нервная система, а есть периферическая. Периферическая нервная система информацию воспринимает непосредственно, какая она есть. А центральная нервная система воспринимает информацию опосредованно. Что это означает? Это означает, что информация сперва идет в рецептор, в голове обрабатывается, на это кучу времени тратится по масштабам обработки, кучу времени. А периферическая информация, она сразу поступает на сигналы. То есть, например, когда человек едет на машине, у него в большей степени работает периферическая нервная система, потому что он чувствует, машина где-то сигналом, только сигналом, у него сразу работает рефлекс. То есть, он меня думает, да, там машина, сейчас меня собьют, короче, он не тратит время. Так вот, периферический канал восприятия у нас, он задействован, он работает мгновенно. А вы, ну и я в том числе, ну и я, может быть, чуть получше вас, мы видим только 10%, мы видим лобными полушариями мозга. Вся наша система организма не задействована, ни мозжечок, ни что. Оно у женщин 120 градусов зрения, но этот канал включен только, когда есть в этом необходимость, когда у них ребенок ползает, они это все видят. Когда человек едет на машине, что-то угрожает его жизни, включается канал, военные, когда по ним стреляют, они пули видят. Это доказано. У танцоров везде, человеку, где угрожает жизнь, включаются древние системы организма, которые совершеннее в разы. Но, к сожалению, опять же, современная система образования скрывает, закрывает, не раскрывает нам эти способы получения информации. Так мы поняли, что...